Вы устанавливаете приложение, по вашему запросу вам могут предоставить еду. Время 16.03 и пока тишина, то есть еду не привозили. Хотя сегодня приходил гвардеец вместо полицейского, кому нужен психолог. Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать и наглядно показать в этом видео, как реализовываются постановления и правила въезда и пребывания иностранных граждан в Республике Польша. Как вы знаете, было принято постановление правительства Республики Польша 1505, в соответствии с которым утвержден 10-дневный карантин для иностранцев, пересекающих границу. Польские пограничники дают вам прочитать и расписаться специально в формуляре. Также вот такую вот инструкцию, памятку для тех, кто приехал из СНГ и должен находиться в 10-дневном карантине. Также в этом формуляре вы записываете свой номер телефона. Можно записывать и российский номер, и польский, если у вас есть. В нашем случае мы записали российский телефон. Это московский номер, который начинается на 8-926 и так далее. После этого мы оказались в Польше, приехали в Варшаву. И сегодня с утра нам пришла смс от отправителя AppCode. Здесь написано, что вы не используете приложение «Домашний карантин». Напоминаем вам, что это ваша обязанность. Установите и активируйте его сейчас. Вы можете найти его в Apple Store или в Google Play. После этого мы переходим в Apple Store, так как у нас яблоко. Называется оно «Кварантана домовая». Вы устанавливаете приложение. Оно у меня уже установлено. Здесь нужно будет каждый день. Пока в настоящее время это происходит один раз в день, вы выполняете задание. Видите, у меня написано, что у вас сейчас задания нет. Задание состоит в том, что вы просто делаете селфи со своего телефона. Показываете, что вы находитесь в квартире и делаете селфи. И через GPS они определяют ваше местоположение. Также здесь можно в этом приложении зайти в «Социальную помощь». Социальная помощь – это, естественно, еда. То есть, можно заказать еду. В некоторых воеводствах еда бесплатная. Здесь же есть помощь психолога. Кому нужен психолог в течение 10 дней пребывания в самоизоляции, в квартире, если особенно вы находитесь вдвоем, может быть, вам даже и потребуется психолог, продукты питания и контакт с социальными службами. Вот все это можно сделать. Также отправить сообщения, если у вас есть какие-то проблемы. Кроме того, можно добавить человека, но приложение сырое. Я пытался добавить еще одного человека. Когда вбиваешь данные по рождению, ничего не получается. Кстати, друзья, подходим к нашему дому. Квартиры здесь стоят от 80 тысяч евро. Мы идем с большими пакетами. Пакеты обошлись нам в 2000 рублей. Если бы мы приехали сюда 3-4 месяца назад, и рубль не просел так опять, то 1600 рублей мы взяли бы все то, что в Москве стоит вот 2,5. То есть продукты здесь очень дешевые. Это даже не бедронка. Это обычный супермаркет рядом с домом. Прикоцентрик дорого. Это жилищный комплекс. Скорее всего, лучше покупать на стадии строительства. Цена будет на 20-30 процентов. Даже 35 процентов ниже. Вот. Здесь такие небольшие квартиры, студии. Хорошая мистер, охрана. Система отопления и кондиционирования воздуха. Прямо снизу идет поток. Вот коммуналка. Получается в районе 2,5 тысяч рублей. Но это стоит того. Если интересно, поставьте плюс или что-нибудь напишите. Я сделаю обзор по этим квартирам, вообще по недвижимости в Евросоюзе. Очень выгодно покупать и сдавать в Ленду. По суточному и так. И в Чехии, и в Польше, и в Испании. У нас, кстати, люди обращаются. Некоторые, у которых есть деньги, которые хотели бы вложиться в экономику Евросоюза. Это, кстати, очень правильно. Потому что мне предлагают рублевые проекты. Я уже наигрался в рубли, когда работаешь, работаешь. И потом в какой-то момент просыпаешься. Как я проснулся в 2014 году. Рубль был 30 рублей в доллар. Проснулся, рубль уже 90. Сейчас он находится в районе 70-80 рублей. Это практически в два конца. То есть все рублевые проекты просто рухнули. У меня масса предпринимателей, знакомых, которые до сих пор не могут оправиться. Ребят, работайте в Евросоюзе, или в США, или в Канаде. Зарабатывайте в твердой валюте. И передайте просто, как я, летом в Москву тратить. И тогда можно покупать и квартиру в Москве, и хорошую машину в России. Когда это выгодно. Отношение выбор неба, выбор доллара. Так вот, вот здесь вот. Здесь вот опада. Тут такие интересные лифты. Сзади у нас охрана. Вот единственное, что нет спортивного зала. Но есть зато поблизости. Несколько университетов. Всегда чисто. Кстати, сейчас покажу на этаже. Ковролин. Такого в России я не встречал. Всем привет, друзья. Сегодня мы посмотрим, что же еще может дать нам приложение Кавронтана Домова. Здесь есть интересная функция, социальная помощь, где можно заказать еду. Давайте посмотрим, какую еду они могут нам предоставить. вот я заказываю и ждем еду. Все, заказ поступил. Еда бесплатна от государства. Даже интересно. Итак, друзья, утром я сделал заказ еды. Бесплатной еды для лиц, которые находятся в самоизоляции в Польше, которые приехали по рабочей визе. Это не касается студентов. Как вы знаете, нужно провести 10 дней. И по вашему запросу вам могут предоставить еду. Время 16.03. И пока тишина. То есть еду не привозили. Хотя сегодня приходил гвардеец вместо полицейского. Вчера были полицейские. Утром проверяли наличие людей, проходящих самоизоляцию в этом доме. Вот. Сейчас я вам покажу, как делается заказ еды через приложение Глова. У меня, в принципе, здесь уже есть сохраненные заказы. Ну, в принципе, можно заказать кофе, еду, продукты. Магазин Бедронка, магазин обычный, экспресс-курьер, все, что угодно. Но нам это не надо. Это мои прошлые заказы. Сейчас я хочу заказать индийскую кухню. Единственное, что я уберу одну курицу, так как не ем курицу, так и подтверждение заказа. Приехала доставка. Хорошие ребята уже 3 дня меня кормят. Кари Хаус. Вот их сайт карихаус.пл Польша. 4 кафешечки и все они находятся в Варшаве. Значит, все это получилось на 2000 рублей. Цена повыше, чем в ноябре, в декабре, из-за того, что курс рубля очень сильно упал. здесь у нас блюда из курицы, рис, соя. Значит, сегодня утром я делал сообщение на сайте поддержки людей, находящихся в самоизоляции. В принципе, уже целый день прошел и еду мне не привезли. Так что здесь нужно надеяться только на себя или закупать продукты. Сейчас вам покажу, что тут есть. Здесь рис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова